Доброго времени суток! Ты на канале о бизнесе, и сегодня речь пойдёт о бизнес-идеях на 2020 год. Посматрив видео до конца, ты узнаешь, как зарабатывать пассивно, как всего с одного товара построить целый прибыльный бизнес, и как с помощью маленьких рыб обеспечить себе финансовую независимость. Разберём только те варианты бизнеса, которые будут действительно выгодны и которые набирают популярность. Приятного просмотра! И начнём топ с магазина под один товар. Вариант такого магазина крайне выгоден по ряду причин. Во-первых, ориентация идёт непосредственно на конкретную целевую группу клиентов. Во-вторых, предоставляя один тип товара, возможно стать профессионалом в данной сфере, и значительно увеличивать уровень качества и цены, что позволит обойти конкурентов и получить постоянных клиентов. Какого плана магазин стоит открывать? Следует открывать магазин одного товара, не связанный с продуктами питания, так как слишком велик риск, что они не будут реализованы. Это не касается консервов, ну или мёда. Неплохими вариантами будут магазины зубных принадлежностей, где можно будет найти всё для ухода за полостью рта. Магазин мёда также будет крайне востребован, так как мёд не портится, и его можно реализовать и через несколько лет после покупки. Начать стоит с небольшого магазина, и по мере востребованности увеличивать масштабы. А мы переходим ко второй бизнес-идее на 2020 год, и это Гара Руфа. Наверняка многие слышали про рыбу, которая очищает кожу от отмерших роговичек, при этом осуществляет точечный массаж, снимает стресс и усталость. Так вот, именно Гара Руфа – название этой рыбки, и она позволит сделать в твоём городе прибыльное дело. Бизнес можно акцентировать на предоставлении массажных услуг, и для него не потребуется огромных вложений, так как потребуется арендовать небольшое помещение, нанять мастер-массажиста и отделить одну часть помещения под аквариум для рыбок. Теперь остаётся дать рекламу в тематические группы, в социальных сетях и создать в Инстаграме страницу, чтобы получить первых клиентов. Особенность бизнеса будет в том, что мало кто в городах предлагает подобную услугу, и она будет пользоваться большим спросом из-за экзотичности. А далее нужно лишь оказывать профессиональные услуги массажа и предлагать хорошую цену, чтобы набрать постоянных клиентов. С этим разобрались и переходим к третьему варианту – вендинговый бизнес. Данное направление всё больше и больше развивается, а в странах СНГ ещё не приобрело и 10% тех масштабов, которые сейчас существуют в Японии. Масса ниш ещё свободна, и многое можно позаимствовать из той же Японии. Например, автоматы с футболками удивительно очень даже, но следует занимать нишу, если в ней нет конкурентов, а продажа футболок будет весьма интересна и привлечёт внимание. Лучше всего продавать дешёвые футболки с трендовыми рисунками, которые будут пользоваться спросом и сделают себе рекламу сами. Не менее интересен бизнес с конфетами. Например, аппарат по продаже конфет стоит в районе 5000 рублей. И если его поставить в общественном месте, и вместо привычных конфет положить интересные сладости, которые купить, например, на Алиэкспресс, то покупка окупится в первый же месяц. Вариантов вендингового бизнеса масса. Дерзайте, пока ниша свободна. А на четвёртом месте у нас клининговая компания. Очень простой вариант открытия, так как поначалу можно работать самостоятельно, если стартовый капитал крайне мал, а в дальнейшем нанимать работников. Достаточно обзавестись формой, которую можно купить или заказать у швеи, нанять человека или самому выступать в роли уборщика, и сделать массовую рассылку объявлений в местные газеты на Авито и создать профиль в Инстаграме для поиска клиентов. Данный бизнес подойдёт для городов со средним количеством жителей, от 200 тысяч и выше, так как в городах с меньшим населением услуга будет не столь востребована. Плюс бизнеса ещё и в том, что постепенно нарабатывается постоянная клиентская база и становится легко расширяться и получать большую прибыль. Завершающей бизнес-идеей выступит Инстаграм-магазин. Если думаете, что уже поздно, то это не так, ведь Инстаграм продолжает развиваться, а новых товаров очень мало. Например, в Инстаграме огромное количество страниц с косметикой, детскими товарами и так далее, но ниша для мужчин очень сильно проседает. Необходимо изучить ниши как следует и совместить идею из первого пункта, о котором мы говорили, магазин одного товара и Инстаграм-магазин для мужчин, так как конкуренция здесь меньше. Теперь остаётся выбрать товар, например, кожаные ремни из Таиланда, заказать партию и начать продвигать. Легко не будет, и потребуется заказать рекламу и изучить нюансы торговли в Инстаграме, но в дальнейшем такой бизнес будет крайне востребован и принесёт отличную прибыль. Эти пять бизнес-идей на 2020 год не требуют огромных затрат на начальном этапе, и поэтому очень перспективно. Выбирай ту, которая подойдёт тебе и начинай реализовывать. А если видео понравилось, то ставь лайк и подписывайся, чтобы получать свежую информацию. Спасибо за внимание. Увидимся в следующих видео.